Райергас или же Клан Фонтан появились так же внезапно, как и Фонтаны в 2017 году. Фонтаны очень дерзко завели себе, обыграв именитые составы на открытой квалификации к Мажору, но по итогу отдали свой слот, так как по их словам это было просто порофлить, не думали, что мы так далеко дойдем. В этот же раз что получилось? Из состава Клан Фонтана был здесь всего лишь один игрок, это Сергей, подником Шиша. Вернулся же он новым своим перспективным составом для одного, для того, чтобы нафармить денег. А как они фармили деньги? Благодаря ставкам, поскольку с финала открытой квалификации уже начиналась стадия ХЛТВ и соответственно шли ставки. И я думаю у них был расчет на то, чтобы отбить все деньги за софт, хотя бы уже именно в том финальном матче, и плюс еще уйти в небольшой может быть плюс. Но они не ожидали того, что админы ESL дадут им и дальше фармить деньги, поскольку ESL сказали то, что ой, ну мы ничего не заметили, хотя было немало пруфов, где, ну было видно, что чуваки играют с софтом, они делают непонятным и вы, часто угадывают, и выходит в тот момент, когда противник отвернется, возьмет гранату или еще что-то. И ловят, так сказать, на тайминге, и причем это было довольно часто. И все равно ESL не хватило этого для того, чтобы забанить команду. По итогу парни проходят закрытую квалификацию, встречаются с Саймон, которых без проблем выигрывают на своем пике, потом же отдают специально оверпасс, как я думаю, все-таки для ставки, и потом на Дасте втором уже, начиная проигрывать, все-таки игрок под ником Blazin подрубает и начинают они камбэчить, и по итогу выигрывают и Даст второй со счетом 2-1. Они проходят дальше к Pro 100. С Pro 100 они решили не церемониться и выиграть их даже 2-0. Опять же, моментов в обоих матчах просто немерено. Чувствуют один момент, когда Шиша, играя за КТ, остается в пистолетке 1-2, поставили бомбы террористы, и он просто тупо идет пушить Яму, зная, что там два игрока, он так чуть посмотрел в плент, ну никого не видел, ну и все, и пошел Яму, ну где же еще могут быть мои два оппонента. Ну и что же, остается последний матч, финальный, Gambit Yaxxers против Rare Gods. И что же происходит в этом матче? Самое интересное, Rare Gods продает 2 слота на эту игру с Эхо ЛТВ. Парни покупают эти 2 слота, причем это школьники, одному их даже 14 лет всего лишь, из-за чего в будущем команду их дисквалифицировали, поскольку играть можно было только с 16 лет. То есть команду дисквалифицировали не за то, что у них там софт и они кучу раз палились, нет, за то, что просто парню не было 16 лет. И это парни не учли, но при этом всем они очень много нафармили денег, поскольку они нафармили денег составок с финала открытых квалификаций, с четвертьфинала закрытых, с полуфинала, ну и также за 2 слота они получили 30 тысяч. И причем я даже не знаю сколько они получили в общем зависит от турнира, но в принципе я думаю там немалая сумма, поскольку читы, как я где-то слышал, все-таки на ESL стоят от 2000 долларов, поэтому окупить надо постараться их. Ну я думаю там парни ушли в далекий плюс. И вся эта ситуация вводит в уныние, поскольку есть такие чельки, которые просто им похер на всех. Они берут, покупают софт и идут играть какие-то квалификации против команд, которые готовятся к этим квалификациям, тренируются очень много, пытаются пробиться куда-то, но нет, на их пути встречаются вот такие пидорасы иногда. И просто они закрывают им путь, и тем самым руинится чья-нибудь там киберспортивная карьера, либо же составы получают там какой-нибудь может выговор от организации или еще что-то. Ну потому что это полный пиздец, извините меня. 2 года назад это были в Канфонтаун, теперь это Раргодс, через 2 года это еще кто-то. И так будет дальше продолжаться из года в год, пока мы ненавидим нормальных админов, которые будут реально проверять демки и выявлять читеров, тем самым еще на ранних этапах где-нибудь в 1.32, 1.16, когда еще не так много составов пострадало от этого. Но никогда уже все-таки идет финал, и по сути дискваликация идет просто из-за того, что, ну, игрок по возрасту, к сожалению, не подходит. Отдельно, конечно, стоит рассмотреть тех двух игроков, которые купили эти данные их ЛТВ-профили. К ним отдельный вопрос, поскольку вы долбоебы или как? Ну, 15 тысяч платить за их ЛТВ-профиль, где у вас будет хреновая статистика, поскольку вы не вывезете против хороших команд, которые тренируются и готовятся к этим матчам. Они вас просто раскатают катком. Также у вас будет очень плохая репутация, поскольку все будут знать, откуда вы получили их ЛТВ и за сколько вы получили, и то, что вы, по сути, играли с софтерами. По сути, да, если вы играли с софтерами, то на вас будет клеймо того еще пидораса, который за счет софтеров, а не своей индивидуальной игры, пытался куда-либо пробиться. И это очень плачевно, конечно, то, что мы наблюдаем сейчас в 2019 году, что до сих пор читеры могут проходить в довольно высокие стадии турниров. И проходить ради чего? Не ради слота, а ради просто денег, которые они получат с банальных ставок. На этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свое мнение об данных товарищах. Ну и до скорых встреч, ребят, пока-пока, и поменьше вам читеров в катках.